С детства мечтала стать музыкантом, потому что родилась в музыкальной семье. Мама руководила хоровой студией в городе Свердловске, сейчас в Екатеринбурге. Хоровая студия, в ней насчитывалось более 200 детей. И все мое детство, в общем-то, прошло вот в ее школе, вот в этой музыкальной. Я там получила все азы профессионала и вместе с мамой выступала на разных конкурсах, мероприятиях. Поэтому вот любовь к хоровому искусству, это, конечно же, привита с молоком матери, так можно сказать. Дедушка у меня играл ногобои в оркестре музыкальной комедии, а бабушка играла тоже ногобои в оркестре оперного театра города Свердловска. Закончив музыкальную школу при Уральской государственной консерватории, я поступила в музыкальное училище Нечаковского, закончив там теоретико-композиторское отделение и параллельно занимаясь дирижированием. То есть одновременно закончила два факультета. Далее я поступила уже в Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского на дирижерское хоровое отделение. По квалификации я стала дирижером хора, преподавателем хоровых дисциплин. Кроме мамы, я считаю своим учителем Георгия Александровича Струвы. Потому что когда у меня сложилась так жизнь, что я переехала в Москву, стала работать в 1994 году в городе Люберце и создавать там хор на базе 42-го лицея, то я очень много сотрудничала с этим замечательным человеком, композитором, музыкантом с большой буквы, который тоже являлся организатором первой тогда в Советском Союзе хоровой студии «Пионерия». Приезжал сюда в Люберце, реализовывал свою программу с нашей помощью, которая называлась «Возрождение хорового искусства России». С тем хором, который был организован на базе 42-го лицея, это хор «Юность». Это был замечательный коллектив, который просуществовал более 30 лет. И с этим коллективом мы очень много выезжали, выступали на разных площадках. Это и международные конкурсы, и фестивали. В 2004 году это поездка на международный конкурс в Болгарию, в 2005 год, в Испанию, в 2006 год это была Германия. Посчастливилось нам побывать в Венгрии в 2007 году, страна, которая действительно поет, где есть певческое поле, и где все заражены этим хоровым пением с глубокого детства. Мы по стране, конечно, очень много разъезжали. Вот, например, с ребятами, с которыми мы сейчас занимаемся, мы с ними уже несколько раз были в Санкт-Петербурге, в Казани на международных конкурсах и фестивалях. Они очень много дают детям в эмоциональном плане, они растут как артисты, у них расширяется кругозор. Около 10 лет я работаю в детской музыкальной школе номер 2. И вот здесь мы создали вокально-хоровое отделение. Хор – это коллектив, в котором все обязательно дружат, где все должны дружить, где все должны понимать друг друга, где все должны слышать и слушать друг друга, потому что не получится в хоре петь, если каждый будет сам за себя. В хоре должны все голоса сливаться в единый такой вот унисон. Это первая задача, которая стоит перед руководителем хора и перед хористами – научиться петь в один голос, чтобы все голоса сливались. По хоровое искусство – это, конечно, необыкновенное действие, когда дирижер заряжает своей энергией хор, а хор должен ответить дирижеру и всю эту энергию направить на зрителей и слушателей, которые пришли тоже получить какое-то удовольствие. Мы поем и классические произведения, народные песни, у нас есть духовная классика. Исполняя такой репертуар, дети, конечно, развиваются. Гармония души, она вот возникает именно в процессе вот этих занятий, вот то, к чему мы стремимся. Мои первые ученики приводят уже своих детей заниматься, зная, что они могут получить вот на этих занятиях. Это очень приятно. И мои собственные дети, сын и дочь, тоже закончили музыкальную школу, тоже пели в хоре, тоже ездили на разные конкурсы и фестивали, и вот вместе со мной прошли вот этот вот такой вот интересный творческий путь. И считают, что это им очень пригодилось в жизни, хотя они и не стали музыкантами. С сегодняшним своим хором и раньше мы очень много выступали на площадках города Люберце. Нас всегда здесь очень тепло встречают. Люберце – это один из самых певучих городов. Есть очень много талантливых детей, которые выступают на разных вот площадках, и всегда мы радуемся этим успехам. И хотелось бы, чтобы так было всегда. КОНЕЦ